Руки я не распустял. У нас шоу здесь или что? Вы ко мне рукоприкладство применяете? Если я применю к вам рукоприкладство, руки я не распустял. Уходит вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас приду. Основания. Основания. Основания такие, что я запрещаю съемку. Руки я не распустял. Что непонятно? Что это, доктор Врач? Вы все телефоны будете отбирать? Да. Основания, покиньте кабинет, пожалуйста. Основания. Здесь рабочее место, вы мешаете работать. Мы пришли подать заявление. До свидания. Руки я не распустял. Давайте энергичный. В смысле энергичный? Энергичный идитель. Работать. До свидания. До свидания. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. Не толкайтесь. До свидания. До свидания. Уходите, пожалуйста. Не мешайте работать. Сейчас уйдет. Не мешайте работать, говорю вам. Что непонятно я сказал? Алексей Александр. Я руки вот вон. Видите? Не толкайтесь. Не мешайте работать. Алексей Александрович, у нас еще одно заявление. Какое нервное решение человеку. Руки я не распустял. А на нее физическую силу, вам будет плохо. Еще раз говорю, не дай бог это видео появится без моего согласия, вы будете иметь проблемы. Понятно? А что, дисципетный объект? Серьезные какие? Я сейчас еще и вышвырну вас на каком основе. То, что вы мешаете работать. Руки я не распустял. Вот этих товарищей больше не пускайте сюда. Я за вас их вижу. Вот запомните. Запрещайте нас пропускать. Я запрещаю вас пропускать. А на каком основе? Я вас не задерживаю. Я сейчас даже ускорю вас. Понимаете? Нет, я вас ускорю сейчас. Это угроза, да? У вас всегда так разговаривают? Поспокойней, пожалуйста. Я спокоен. Это вы будете поспокойней. Мы спокоен. Да, да. Все, до свидания. Все, вы опять меня толкать? Руки я не распустял. Всем привет. Сегодня у нас вышли сроки. По нашему затребу реестра. УК ДСЖР нам никакого ответа не прислал. Хотя у нас прошло уже 6 суток. Смотрим на календарь. Отправляли мы 11-го. Т.е. рабочая неделя, даже если в рабочих днях считать, то рабочая неделя 5-дневная, она прошла. И ответа до сих пор нет. Т.е. соответственно, реестра они не предоставили в течение 5-ти суток. Точнее, там сказано, в течение 5-ти дней. Ну, и так, и так. В общем, сроки вышли. Мы подготовили вот такую жалобу в ГЖИ, в службу надзора. Выглядит ли она следующим образом. Естественно, мы в таблицу все эти данные внесли. Но прежде чем отправить, нужно произвести некоторые действия. Что именно нужно сделать? Я написал вот в этом файле инструкция. Он будет приложен к видео. Видео будет называться 5.11. Потому что мы тут именно по реестру реагируем по первому этапу. Тут мы сообщаем, что мы ранее направляли 11-го числа в 15.41 по всем электронным адресам управляющей компании. Затребовали реестра. Никто нам ничего не предоставил. Требуем привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 с наложением штрафа не менее 250 тысяч рублей. Законодательство предусматривает от 250 до 300 тысяч рублей. И вплоть до дисквалификации на срок до трех лет. И даже лишение лицензии. Это является грубейшим нарушением управляющей компании. Что нужно сделать? Нужно открывать этот файл, менять все свои данные в этом файле. Потом конвертировать его в PDF. Получится у вас два PDF. То есть вот из этого файла PDF получится и за три приестра, которые ранее направляли. Печатаем свою жалобу, которую поменяли. И подписываем последнюю страницу. То есть вот здесь вот вам нужно поставить роспись. И потом этот документ нужно сканировать. Ну можете все три листа распечатать, а можете только вот последний, третий распечатать. Я обычно вот третий лист распечатаю, ставлю роспись, тут же его сканирую и присоединяю вот к этим двум в электронном виде. Как это делается я подробно покажу попозже. Это видео в принципе для тех, кто понимает, что как делается и готов самостоятельно это все сделать. Кто уже на данном этапе уже не получил реестр, либо реестр не соответствует требованиям законодательства. В общем сканируете эту жалобу в PDF и прикладываете приложение. Тоже в виде PDF. У вас получается одна PDF состоящая из самой жалобы, которую вы подписали на последней странице и предыдущий затреб реестра, который вы направляли ранее. У нас это получилось пять страниц. Получится, точнее мы еще не печатали. Вот здесь значит сколько страниц в самом заявлении, это сколько в приложении. Всего пять страниц. Сроки выставляете отслеживание 33 дня, потому что это простое обращение. Три дня на регистрацию и 30 дней на рассмотрение обращения. Также у кого есть желание, можете параллельно пожаловаться в прокуратуру. Отдельно такой же жалобы. Так. Здесь мы это все сообщаем. Дальше по инструкции. А дальше можете, то есть вот этот PDF на пять страниц, которые у вас получатся подписанные, вы отправляете в жилнадзор инспекцию по электронным адресам и через ГИС ЖКХ. Также можно продублировать по почте, то есть распечатать и по почте с заказным письмом с описью тоже направить в адрес жилнадзора инспекции. Ну и еще четвертый способ – это съездить вживую в двух экземплярах. Один им оставляете, другой себе под штемпель. Тоже я именно вот таким способом, то есть я съездил вживую в прошлом году. Ну и соответственно не забывайте отслеживать сроки, заполняйте таблицу. Уже идет информация, что у ДСВЖР отсутствует реестр не только… Я предполагаю, что у ДСВЖР просто нету реестров по данному дому, поэтому они ничего не отвечают. Им нечего ответить. Но другому человеку ответили, что… Ему даже звонили, просили принести право устанавливать документы, чтобы сформировать этот самый реестр. Ну, видать, тоже нету реестра по этому дому. И директор управляющей компании, он вообще стартовал какую-то непонятную переписку. То есть он ответил через три дня или через четыре о том, что, типа, прошу сообщить цель, для чего вам понадобился этот реестр. Ну, вообще законодательству не предусмотрено сообщать цель своего обращения. Поэтому, ну, это просто, как сказать, попытка затягивания времени и процесса. Я советую в таком случае ничего не отвечать. Просто ждем пять суток и тут же жалоба идет в жилнадзор и спекцию и в прокуратуру. К этому видео будет приложен архив. Вот с таким набором документов. Называться он будет 5.1.1. Добавил я сюда новый пункт 1.1. Это не предоставили реестр. Это новые документы. Значит, это сам затреб приестра, который мы отправляли от имени Татьяны. Отправлен он был 11-го числа, прошло 6 дней. Ответ не предоставлен. И, соответственно, идет жалоба в ГЖИ. Вот он сам документ. И заодно прокуратура. Вы отправляете в городскую прокуратуру. Но так как у нас Сургутская и Хантамансийская прокуратура не выдают айдишники, я еще и в ГЖИ отправляю. Здесь написана подробная инструкция, что как делать. Ну и вот такой ответ предоставили другому человеку, который самый первый написал. Тут Русин ссылается на какой-то нормативно-правовой документ. Жилищный кодекс. И он нам предлагает в письменной форме сообщить цель получения реестра от собственников помещений. Предлагает. То есть пытается затянуть переписку. Еще этому человеку поступил звонок. То есть его приглашали. У них позвонила женщина из ДЭСВЖР и просила поднести документы правоустанавливающие. Чтобы составить реестр. То есть у них реестра поэтому дома нет. Вот так. Я думаю дом то большой многоквартирный. Я думаю они за два дня оставшиеся не смогут предоставить реестр. А если предоставят то там будут недостоверные сведения. Что делать в таких случаях? Не отвечать ничего. Просто подождать два дня. И потом жалобы в ГЖИ и прокуратуру. С требованием привлечь к административной ответственности. Чуть позже будет видео как мы это все делаем. Подписываем, сканируем, переводим в PDF и отправляем удаленно. Можно только представить что там сейчас творится в ДЭСВЖР и в трех подконтрольных ОООшках. Это ЖО1, ЖО2 и ЖО3. Потому что такие запросы начали поступать не от одного человека, а от нескольких сразу. Сколько пока озвучивать не буду, но их много. Получается им нужно по всем домам привести документацию в порядок. Не только реестры составить, но и лифты, и подъезды привести в порядок. Привести документацию на ГИС ЖКХ всю полностью в соответствии с законом. Акты выполненных работ, подписанные, протоколы общего собрания. И все-все-все вот это по каждому дому. А домов у них 388. Но даже по моему дому они не привели документацию в полный порядок. Об этом будем рассказывать в следующих видео, когда будем стартовать для всех вторую волну. Вот вы видите сами удалось поймать управляющую компанию именно на отсутствие реестра. Соответственно сейчас будет возбуждено административное дело. Во всяком случае мы будем добиваться этого. Будет наложен штраф. Потому что раньше они уже привлекались к административной ответственности. А делали устным предупреждением. В данном случае это уже не будет устное предупреждение. Это будет штраф. Возможно с дисквалификацией на 3 года. А возможно с лишением лицензии. По конкретному дому или вообще в целом. По всем домам 388. Напомню. Два привлечения к ответственности по статье 14.1.3. Часть 2. За грубейшее нарушение лицензионных требований. Два таких нарушения за год. Административных. И управляющая компания лишает лицензии. Все. Мы когда встретимся с женщиной, с Татьяной. Она распечатает данное заявление. Подпишет. Я полностью покажу процесс. Как это происходит. Как формировать ПДФ. Как отправлять через электронную почту. И возможно через ГИС ЖКХ тоже покажу. Все. Всем благодарствую. Берите. Это очень мощные инструменты. Используйте. И выстраивайте свои взаимоотношения с вашей управляющей компанией. Благодарствую. Удачи!!! Знаешь. Продолжение следует...